когда мы анализируем советское прошлое не задается главный вопрос вообще главный вопрос для анализа любой системы что было главным объектом присвоения в этой системе скажем если присваивается капитал что какой капитал это веществленный труд реализующий себя как самовозрастающий собственность что это капитализм если присваивается земля значит это феодализм тело человека присваивается значит это рабовладение вопрос что присваивалась в советской системе что присваивала номенклатура или кротократия чего она лишала населения что было у номенклатуры такого чего не было населения потому что когда начинаешь спрашивать а что это такое было советском обществе там не было там не было политических свобод не было того то не было сего то ну в общем здесь подход такой же когда вот я учился в институте стран азиафрики у нас были учебники там скажем истории средних веков азии африки вот там говорилось что такое восток восток это то где нет частной собственности где нет там свободного города нигде свободного типа личности замечательно вы мне рассказываете что змея это то почему нет крылья в теплой крови расскажите мне что такое змея то есть негативный подход данном случае не срабатывает мы не можем говорить там вот советский строит то там чего чего нет а что там а что там есть и второй вопрос мы вернемся к этому вопросу обязательно второй вопрос повторяю на месте чего на каких руинах возникла большая система ссср отрицанием чего она была и вот здесь трудность она была отрицанием одновременно и капитализма и самодержавия давайте посмотрим на каких противоречиях сломала себе хребет самодержавия значит первое противоречие самодержавия которое привело его развертывание к финишу заключалась в том что в течение 400 лет почти там или 300 лет со времени ивана грозного власть разбухала а привластные группы а у нас все господствующие группы были привластны у нас не привластных групп практически не было во второй плане 19 века появились закончился тоже все очень быстро так вот а привластные группы становились обладателями все меньшей и меньшей собственности то есть если мы возьмем боярство дворянство переформенное чиновничество то мы видим что каждая последующая группа она была численно превосходила предыдущую чиновничество в 19 веке вообще росло темпом в три раза быстрее чем населением поэтому переформенное чиновничество больше его часть она вообще практически не имела собственности это был уже солариат но только половина так вот а собственности в руках этих людей становилось все меньше и меньше то есть мы видим что как бы власть и станче истончался собственнический пласт власти и вдруг еще вдобавка всему во второй плане 19 века точнее последний третий возникает такой очаг капиталистической собственности то есть вот было два способа разрешения этого противоречия значит либо власть освобождается от собственности заодно ликвидирует новые очаги собственности связанные с капиталистической системой либо олигархизирующаяся верхушка подминает под себя государство и власть оказывается под контролем олигархии а следовательно иностранного капитала кстати этот процесс очень хорошо описал врангель старший отец черного барона в замечательной книге от крепостного права до большевиков это одна из лучших русских книг если бы я говорил о десятке русских книг вот я бы ее назвал потому что врангель не будучи ученым он хорошо описал 90-е годы 19 века в санкт-петербурге объяснил что это олигархизирующиеся самодержавие то есть самодержавие которое не сказать не сможет решить эти проблемы тем более что дворянство уравновешивалось сказать буржуазию и это была патовая патовая ситуация тупик отсутствие субъекта стратегического действия и этот тупик разрубила первая мировая война когда вдруг этот субъект стратегического действия вдруг появился